Безопасность детства, так называется акция, в рамках которой общественники и представители Минспорта выходят в рейд по детским и спортивным площадкам. В первый день работы в столице осмотрели три объекта. Проверки планируются на протяжении всего лета, причем во всех муниципалитетах республики. По итогам, если потребуется, будут проведены необходимые работы. В составе комиссии побывала Алена Лавигина. В Коми, похоже, наконец приходит лето. Теплая погода манит на улицу не только детей, но и взрослых. Все чаще для отдыха жители столицы, как большие, так и маленькие, выбирают спортивные площадки. И важно, чтобы они были безопасны. Наличие спортивных площадок важно не только для деток, но и для всех жителей Сыктывкара, особенно в густонаселенных микрорайонах. И мы с вами видим, что занимаются спортом на наших спортивных площадках люди всех поколений, разных возрастов. И действительно, спортивные площадки, они востребованы в нашем городе. В этот раз представители Минспорта и общественники проверяют три площадки. Площадки Мичуринского парка и парка «Строитель», а также баскетбольную 38-й школы в сквере СГУ. Здесь благоустройство началось летом прошлого года, а уже сегодня сыктывкарцы могут с пользой для здоровья провести свой досуг. Те площадки, которые мы сегодня посмотрели, на самом деле их достаточно для того, чтобы себя поддерживать на уровне, потому что, опять же, при этих площадках есть и стадионы, то есть можно и побегать, и в спортивные игры какие-то поиграть. Проходят такие рейды в рамках акции «Безопасность детства». Ранее уже были проинспектированы спортивные объекты в других муниципалитетах республики – в Усинске, в Иркуте и Усть-Куломском районе. Рейды будут проходить на протяжении всего лета. В настоящее время в городе Сыктывкаре уже проинспектировано сегодня только три площадки, которые находятся в потрясающем состоянии. У наших детей сейчас лето, очень много детей, которые находятся дома, и они занимаются, очень приятно видеть, что находятся не на детских спортивных площадках, занимаются спортом. Я выхожу заниматься, и есть площадки, в которых я просто получаю удовольствие от того, что они так оборудованы, то есть есть зона отдыха, есть места, где можно качественно выполнять различные упражнения, есть зона свободной площадки, где можно сделать бой с тенью, еще дополнительные какие-то тренажеры использовать. По результатам рейдов общественники составят чек-лист с подробным описанием недочетов и адресами площадок. Документ направят в мэрию для принятия дальнейших решений. Сообщить о недочетах могут и сами жители. Для этого нужно сделать фотографию объекта, указать точное место площадки и с этими данными обратиться в общественную палату КОМИ. Либо позвонить по номеру, который указан на баннере, размещенном на каждой площадке.